Держать цены на контроле поручил глава государства. Никто не вправе в это непростое время не обоснованно завышать стоимость товаров, тем более медикаментов. Но жалобы все равно поступают, говорят члены мониторинговой группы. Поэтому они и вышли в рейд, чтобы в этом убедиться, а также узнать, все ли лекарства есть в аптеках города. Парацетамол имеется в наличии? Нету? ЦФ-3-аксон. Не завозили вам? Аистерамицин? Арпифлю, ингаверин. Маски есть? Какую цену? 118. Градусник? ЦФ-3. И эргоферон? А ведь самый обычный и дешевый парацетамол еще пару недель назад можно было купить в каждой аптеке. Сегодня этот препарат есть не везде. Такая проблема наблюдается и в других городах Казахстана. Но скоро дефицит с лекарствами закончится. Поставка будет к 13 числу. Лекарственные средства будут завозиться на оптовые склады. Данные препараты сейчас находятся на сертификации в Национальном центре экспертизы. Сейчас уже завозятся. В основном есть парацетамол, цеф-3-аксон. Антибиотики уже поступают. Парацетамол содержащие тоже. Сейчас немного проблематичная аскорбинка в жидком виде, то есть растворы. Но это все поступит в наличии к 13 числу. Ожидаем. Борцы с коррупцией говорят, если цены на лекарства будут завышены, владельца привлекут к ответственности. Поднимать стоимость нельзя даже на 20 тенге. Штраф будет составлять не меньше 100 тысяч. В соответствии со статьей 4026 Кодекса административного правонарушения, завышение цен является действием, по которому привлекаются к ответственности физические и юридические лица. Сумма штрафа варьируется от 200 тысяч до 3 миллионов тенге в зависимости от субъекта бизнеса. Проверить предельные цены на лекарства можно на сайте dary.kz. Если в аптеках они будут дороже, граждане смело могут сообщить об этом по номеру 1406 или написать в WhatsApp 8 747 492 91 79. В качестве доказательства нужно приложить чек, упаковку от лекарства и адрес аптеки. Олег Великий, Олег Писаренко, Рустам Джумашев, телеканал ТДК 42.